Спасибо, что дали возможность тут выступить, собственно, у меня достаточно будет злобный доклад, скажем так, я крайне возмущен теми процессами, которые на данный момент происходят в окружающем нас мире, я считаю, что в том числе уже в определенной степени вина за эти процессы лежит и на блокчейн-индустрии, блокчейн-технологиях, скажем, назовем их так, и если дальше все это продолжать в таком же духе, мы попадем совсем не туда. Но перед тем, как выступать, я хотел бы чуть-чуть откорректировать тут вводную часть. Проект Pandora, блокчейн и компания, которая его ведет, Pandora Core, они вовсе не на паузе, собственно, я сегодня и расскажу, каким образом то, что делается с LMPBP, как технологическим стеком, построенным на биткоине, лайтинг-сети, оно как раз и является фундаментом для реализации тех ценностей и долгосрочных целей, которые мы закладывали в Pandora Бокчейн. Так что ничего не на паузе, все делается и движется достаточно быстрыми темпами. Я хочу вас попросить, у меня, в принципе, есть презентация, которую я тут набросал за сегодня, ее можно как-то включить? И как ей управлять, если ее включать? Я думаю, что, наверное, share screen. Простой способ. Меня видно хорошо, слышно презентацию, вы видите. Можно продолжать. Так, хорошо, все, я так понимаю, что презентация видна, будем продолжать. Смотрите, друзья, что бы я хотел сегодня обратить ваше внимание, на что бы я хотел обратить внимание. В принципе, известно, что основная инновация биткоина – это цензура устойчивости и не конфискуемость. К сожалению, про этот факт сегодня забываю. Очень рано, еще на заре адапшн интереса публичного к биткоину возникла идея, что биткоин – это не то. То – это блокчейн. Вот есть некий блокчейн, из этого блокчейна складывается, собственно, основная технологическая инновация биткоина. Поэтому биткоин – это первая попытка. Сейчас мы сделаем лучше. Мы сделаем Ethereum, а после Ethereum мы сделаем Proof of Stake, а после этого мы сделаем все остальное. Это ставит основной вопрос. А зачем блокчейн? Зачем Proof of Stake? Зачем все остальное? Что биткоин сделал? Биткоин сделал не блокчейн. Биткоин принес не Proof of Orp. Биткоин принес одну простую вещь, которую давно, после ухода золотого стандарта, да и золотом это было очень непросто сделать. Эта вещь – это цензуроустойчивость и неконфискуемость актива, финансового актива. Его у меня не могут забрать помимо прямого физического насилия, помимо отъема моих ключей, самого физического актива. В данном случае физическим активом, в случае биткоина выступает носитель, физический носитель приватного ключа. Это может быть бумажка с фразой, это может быть мобильный телефон, это может быть флеш-карта, это может быть тезер. Вы все равно храните информацию на том или ином физическом носителе. Бумажном, магнитном, неважно. Вы ее можете положить в сеть, вы можете ее держать в памяти, но тогда физический носитель – это вы. Пока вы не оттокуете физический носитель, вы не можете забрать эти финансовые активы. Вот что сделал биткоин. И он сделал то, что когда я хочу передать свой финансовый актив, никто не может мне помешать это сделать. Эта сделка происходит между мной и другим человеком или компанией, с которым происходит финансовое взаимодействие. И остальной мир не может ее предотвратить. Он может узнать о ней постфакт, но он не может ее цензурировать. Даже если он попытается ее цензурировать, это будет ему стоить немало, и в принципе у меня будет возможность заплатить больше и предотвратить цензуру, платя большую комиссию. Вот эта инновация в биткоине. Где здесь блокчейн? Не слышу слова блокчейн вообще абсолютно. Цензура устойчивости, неконфискуемость. Причем тут блокчейн? Здесь речь идет не о блокчейне. Это мой второй тезис. Здесь речь идет о proof of work. Proof of work стал тем криптографическим механизмом, криптографической игрой, которая в принципе позволила осуществить такую цензуру устойчивости. Осуществить вот эти качества, о которых я только что сказал. Поэтому мне блокчейн важен. Блокчейн, напротив, является проблемой. Проблемой, которая с каждым годом растет. Проблемой, которую биткоин сегодня уже умеет решать. Вместо этого создана какая-то блокчейн-индустрия, которая пытается сделать блокчейн лучше и поставить его на службу кому? На службу цензуры устойчивости? Нет. На службу регулятора? На службу правительствам, которые теперь могут, имея валидирующие ноды, цензурировать транзакции. Определять, сколько налогов вы должны заплатить. Потом происходит коронавирус, они решают, что вы должны больше заплатить или они должны выпустить вот эту новую цифровую валюту на блокчейне, свою национальную, и сделать quantitative easing для него. Что прямо противоположно тому обещанию и тому, что биткоин изначально делал. Поэтому, что я могу сказать? Вот эта попытка создать блокчейн и создать proof of state, как лучшую альтернативу proof of work, которая на самом деле является инновацией биткоина. Proof of state, это мой третий тезис, решает несуществующую и неважную проблему. И в целом он не в состоянии обеспечить цензуроустойчивость. Proof of state – это просто карга кул, карга калк на proof of work. Все увидели, можно устроить лотерею, кто подписывает транзакции, кто цензурирует. В случае proof of work – это лотерея, основанная на экономических механизмах, когда я могу перекупить цензуры. Она основана на тех механизмах, когда я никогда не знаю, кто майнинг. Всегда можно анонимно, ни с кем не согласуя, запустить майнинг и сделать свой блок, поместив туда свои транзакции. Или подкупить того, кто готов пустить тебя в свой блок из майнинга. Когда у тебя proof of state, у тебя есть список нот, список валидаторов, известных, с их ключами, известными заранее. Чтобы стать валидатором в сети, тебе надо одобрение других валидаторов. Они всех друг друга знают, это круговая порука. Это механизм цензуры, созданный для того, чтобы сделать биткоин блокчейном. Сделать биткоин с proof of work, блокчейном с proof of state. Для чего? Для того, чтобы решить биткоин, его ключевых продуктовых качеств. И после этого рассказывается про какой-то mass adoption, что нам надо строить adoption блокчейна. Это вся, честно говоря, извините, фигня полная. О том, что вот мы сейчас Libra запустим, и потом все люди побегут. Нет, никто не побежит. Их загонят в цифровой подслаге, как мы видим сегодня. Заставят использовать цифровую валюту с quantitative easing, с универсальным базовым доходом и просто с социалистическими замашками, которые на самом деле ничем не отличаются, например, от тех вещей, которые в Советском Союзе были с карточной системой. Потому что универсальный базовый доход – это та же карточная система. Вы не регулируете производство. Вы регулируете возможности потребителей по потреблению. Если они становятся неограничены, все равно они не смогут потреблять больше, чем производят производители. Поэтому что вы выдаваете карточки на товары, что вы выдаваете универсальный базовый доход – это не решает проблему. Но, тем не менее, центробанки верят в блокчейн и в ProofStake, в отличие от биткоина, который позволяет вам использовать нормальные экономические механизмы регуляции спроса и предложений. Но я ухожу в сторону немного, в экономику. Я хотел бы вернуться все-таки к технологическим вопросам. Блокчейн мы разобрали, ProofStake мы разобрали. Следующий, четвертый мой тезис. У меня сегодня будет всего 13 тезисов. Про смарт-контракт. Со смарт-контрактами ситуация обстоит еще хуже. Они понимаются совершенно не верно. Этериум, ЭОС – это все, вот я вам скажу честно, простите меня, пожалуйста, за правоту. Это идиотские проекты школьников, которые ведут к огромной беде к цифровому концлагерю. Спасти от этого цифрового концлагеря может только непрофессионализм, идиотизм этой шкалоты, которая строит эти технологии. Я понимаю, это будет звучать очень обидно. Но я хочу подчеркнуть, максимально ударить сильно, чтобы до вас дошло, чтобы вы задумались. Я очень уважаю ребят, которые у нас в индустрии, которые у нас во всем этом движении. Вот Сережа Роман Шаков передо мной сейчас выступал. Ну, офигенный парень, он действительно делает классные вещи. Он не фигней занимается, он понимает, что он делает. Есть масса академических исследований в этом обществе. Они строят робономику и все остальное. Но это проекты, которые пытаются, они доверяют тем технологиям, на которых они строят. Он не пытается приделать эфир, он не анализирует его недостатки. Он хочет строить робономику. И это нормальное желание, это не фигня. Есть другие ребята, они нас и поддерживали. Вот этот проект Pandora Boxchain, который мы двигаем с идеей Free AI. Люди поддерживают это деньгами, идеями. Я не про них говорю. Я говорю про тех, кто пилит этот уровень. Кто пилит этот уровень Этериума. Кто обманывает ожиданиями, манипулируя ожиданиями, говоря о том, что это либо даст быструю прибыль, или мы вот сейчас сделаем такую охеренную токеномику на эфирке, которая вообще будет децентрализована. Она нифига не децентрализована. Я сейчас объясню, почему. Я объясню, почему идея смарт-контрактов, заложенная в эфириум, она вредноносна. Она как раз и ведет к тем процессам цензуры, регулирования, детального контроля, которые мы начинаем, развертывание которых мы начинаем с вами наблюдать сегодня. Поэтому, да, вся моя надежда на то, что эти ребята не справятся. Виталий, Бутерин и компания, которые пилят с 25-й Шаспер, Каспер, Шмастер. Я не знаю, как они их называют. Они пытаются сделать шардинг, шмардинг. Нихера в этом не понимая совершенно. У него бэкграунд достаточно для того, чтобы это делать. Как бы процессы, результат мы видели все эти годы и видим. Я надеюсь, так и будет продолжаться. Другая проблема в том, что есть другие. Есть профессиональные криптографы, работающие в университете. Есть люди, которые профессиональные менеджеры, не умеют это организовать. И эти люди, они наняты на сегодняшний день Евросоюзом, США, ФРСом. Для того, чтобы создать национальную цифровалюту. С веронолоджем и всеми делами. Так что ключи от валидаторов, от нот, вот эти вот все идеи депоса, делегейтедпоса, номинейтедпоса, они поставлены на военный процесс, назовем так, военный, когда ключи будут раздаваться Центробанком. А криптография будет написана академиями и университетами. Это назовется громким словом блокчейн и смарт-контракт. Это хорошо, это путь в цифровое будущее. Все люди должны это использовать. Тут нашу цифровую криптовалюту. Не Либру. А вот мы сделали лучше, чем Либра. Да даже Либра, она работает точно так же, только вместо государства там корпорации. Такая же социалистическая, как и государство. И вот эти ребята, это серьезные грозы. Но давайте вернемся к тому, в чем же все-таки проблема со смарт-контрактами. Что с ними не так? Ну, начнем с простых вещей. Данные о состоянии смарт-контракта, они хранятся в блокчейне. И у блокчейна, вы все уже, наверное, набили оскому от этого. Он не масштабирует. Он не масштабирует на ум на равне количество данных, которые может содержать. Ну, почему? Он фундаментально не масштабирует. Никакие хеш-графы, шмографы, они не смогут эту проблему решить. Тут вопрос вообще не в компьютер-сайксе. Это на уровне convenient logic. Есть блокчейн. Идея блокчейна в том, что все валидируют данные. Если все не валидируют данные, вы имеете центрального цензора. Или федеративного цензора. Если все валидируют данные, и мы говорим о децентрализации, то тогда все их должны загрузить и просчитать. Если вы все данные храните в блокчейне, все в мире должны загрузить все данные мира. Which is kind of bullshit. Поэтому блокчейн не масштабирует. Блокчейн не является решением никакой из проблем. Он является технологической затычкой, примененной для решения каких-то проблем. Но это не то, что надо достать из биткоина и пытаться им изменить мир. Все шардинги – это смешно. Десятилетия академии изучают шардинги. И Виталий говорит, что он сейчас построит шардинг, который он обещает много лет. Ну окей, ждите. Удачи. Я рад, что… Я тут уверен, что он не будет построен или не использован для цифрового концлагеря. Многоцепочечность вот эта идея. Только дотов, я не знаю, космосов. А нахрена? Нахрена вам многоцепочность? Вы какую проблему решаете? Вы решаете проблему того, что вы хотите блокчейн или вы хотите цензуру устойчивости и неконфискуемости? Если вы хотите блокчейн, безусловно. Только дот, космос, решение проблемы блокчейна. Чтобы теперь не все все валидировали, а некоторые что-то. Это решает проблему цензуру устойчивости? Ну некоторые что-то валидируют. Можно вообще никто ничего не будет валидировать. Центробанк называется. Ну то есть инновации, которые построены вокруг того, что окей, давайте будем делать то, что раньше, но типа теперь это мы связываем с модным словом блокчейна, но это не просто блокчейн, это блокчейн версия 2, многоцепочечный блокчейн. Ну простите, это такая херня, которая сделана только, ну я не верю, что она только для предвлечения денег, она сделана потому, что люди просто увлеклись. Увлеклись, им кажется, что за этим что-то стоит до тех пор, пока это не становится поздно. Очень часто изобретатели изобретают что-то такое, что потом используют другие подонки для того, чтобы всех остальных поставить на службу себе. Поэтому мой шестой тезис состоит в том, что а как же все-таки делать смарт-контракты? Ну, плоха ли идея смарт-контракта? Нет, идея смарт-контракта не плоха. Она точно так же позволяет решать проблемы цензуры устойчивости, если правильно реализованы. Как ее реализовать правильно? Ну вот в современных смарт-контрактах смешаны понятия прав собственности на актив или на состояние этого смарт-контракта и понятие управления этим контрактом и договором. И здесь я хочу объяснить этот момент, потому что вот многие не замечают этот фактор. В биткоине есть такой нюанс, что вы можете положить свои приватные ключи, написанные на бумажке, в сейф, если ваш сейф никто не вскрыл, если вы сами о них не проговорились, вы можете быть абсолютно уверенными, чтобы по прошествии 10 лет, вернувшись туда, ну, естественно, если криптографические ассампшены не будут нарушены, вы найдете свои приватные ключи, вы получите сейфразу и доступ к своим приватным ключам и финансам, которые контролируются этими приватными ключами. В случае эфирки и прочего блокчейна, ситуация устроена смарт-контрактом. Ситуация устроена таким образом, что смарт-контракт содержит состояние у владельца. В эфирке часть данных конкретного смарт-контракта это информация, кто имеет сколько денег. Поэтому если владелец смарт-контракта, тот, кто контролирует права доступа к самому смарт-контракту, не к вашему активу, кто создал его и, соответственно, определил тех, кто может осуществлять апдейт этого смарт-контракта. С очередным апдейтом, когда ваши ключи приватные, от вашего Ethereum-адреса лежат у вас сейфи, Ethereum, EOS, whatever, я даже не говорю здесь о майнерах, я говорю о майнерах, я буду говорить следом, я говорю о тех, кто создал смарт-контракт, эмитент, он может без вашего ведома поменять распределение вашего цифрового актива, как ему угодно, и вы об этом не обязаны знать, он имеет право, технологическое право, обусловленное особенностями технологии смарт-контракта в современном, вас об этом не информировать, вы через 10 лет проснетесь в сейф, вы заглянете в сейф, там будут приватные ключи, их никто не сломал, вы получите доступ к смарт-контракту, а по решению федерального суда Нью-Йорка у вас эти активы были изъяты, и, конечно же, создатель смарт-контракта, централизованная компания была вынуждена подчиниться. Это смарт-контракты? Это вы говорите про какую-то веб-три, децентрализацию? Нет, ребята, это цифровое средневековье, только это не средневековье даже, это абсолютно полностью централизованный, тоталитарный строй, где только лишь центральный регулятор, имеющий право силы, может конфисковать любой ваш актив или приказать другим а не последует, потому что у него право силы, его конфисковать. Вторая фундаментальная проблема со смарт-контрактами, которую надо решить, состоит в том, что арбитраж, когда вдруг в смарт-контракте найдена проблема в коде, вынесен на майнера или, что еще хуже, на валидаторов proof-of-stake, то есть если майнер это еще хоть анонимный какой-то сет в proof-of-working, то в случае proof-of-stake у вас есть четко сфиксированный список валидаторов с ключами публичными, они друг друга знают, принимают новых в свой клуб, этот клуб скорее всего в случае будущих блокчейнов, поддержанных государством, с KVC и прочими прекрасными вещами, он будет всем известен, кому надо, глядя майору, и вот именно они будут решать, как разруливать баги в смарт-контракте. Не третейский суд, не те стороны, которые вы, как стороны заключившие смарт-контракт, для себя определили теми, кто будет решать спор. Нет, вы не можете никому определить, кроме заданного набора валидайтов, или кроме майнера. Вот так, как работают смарт-контракты сегодня, и так, как они строятся. Последний тезис по поводу проблем смарт-контрактов, это Zero Knowledge. Все говорят, вот сейчас Zero Knowledge придет, он порядок наведет. Он решит все эти проблемы, которые я сейчас перечислил каким-то логическим образом, мне непонятно. Объясните, пожалуйста, если вы знаете как. Но я пока что вижу, что Zero Knowledge, когда он помножен на такой блокчейн, на такой proof-of-stake, организующий цензуру, на такие смарт-контракты, где помимо цензуры валидаторов добавляется цензура издателя, большая цензурированность и зарегулированность. Это не децентрализация, ребята. Вы создаете одну, вторую, третью Single Point of Failure, вы закрываете, да, мир не будет видеть благодаря Zero Knowledge, что там происходит. Это будут видеть те валидаторы, которые имеют ключи. Потому что на сегодняшний день Евросоюз уже запустил инициативу создания своего центрового, цифрового блокчейна с участием лучших академиков, с участием лучших людей из академии. Например, там создатели ША-256 участвуют в этом. Они разработывают блокчейн с Zero Knowledge, никто ничего не будет видеть, с Proof Stake, где будут валидаторы, ноды, и эти ноды будут иметь ключи от этого Zero Knowledge. И они могут без вашего ведома иметь доступ к вашим приватным данным. А все остальные ничего не будут видеть. Криминал будет защищен от криминала. Вы не защищены от цензора. Вот так вот строится цифровое обрабство на вашем смарт-контракте в Zero Knowledge и по последствиям и по заветам Бутеринных и прочих создал эфириумы и EOS. Поэтому мой тезис номер 9. Такая приватность транзакций, локчейн, Proof Stake и смарт-контрактов не имеют никаких перспектив, кроме как построение цифрового концлагеря, что мы уже и начинаем наблюдать. Поэтому все, кто в блокчейне за технологией, к сожалению, ребята, вы себя обманываете. В лучшем случае вы страдаете полной фигурой. В худшем это вредительство с точки зрения индивидуализма и ценности индивидуальной свободы. Как это сделать правильно? Для начала надо определиться с ценностями и продуктовыми чертами. Если главная черта свобода и цензура устойчивости, если она вам действительно нужна, может быть, не нужна, вы говорите, да, государство, пусть лучше оно все контролирует, оно защитит нас от коронавируса, инопланетян, они дают нам безопасность, вы готовы променять свою свободу, продать ее за безопасность, велкам, вперед, вот вступайте в эфириумы, стройте там цифровой концлагерь, живите в нем и радуйтесь за пайку. Но если ваша главная ценность и то, что вы хотите добиться, это свобода, цензура устойчивости, неконфискуемость, то вам надо строить продукт вокруг этого, а не вокруг непонятного блокчейна. И выхолощена, извращенная идея смарт-контрактов, как ее в современности понимают. Вот куда бежать, да? Бежать к нам, анархистам таким всем злобным, токсичным, биткоин-максималистам. Есть такая вещь, LNPBP, Lightning Network Protocol, биткоин-протокол, это то, что мы делаем, делаем уже больше года. Это то, когда мы строили Пандору Бучей, наша идея была при AI, мы хотели цензуру устойчивого искусственного интеллекта, машин-лёрнг, мы нашли и создали протоколы, как можно его построить. Но этот протокол требует определенного уровня протокола консенсуса. И мы начали искать, на чем их можно построить, на каком консенсусе. Хотели изобрести свой proof of stake, поняли, что цензуру устойчивости там не увидеть. Все, что я рассказываю, это результат наших более, чем двухлетних попыток это сделать. Мы поняли, что единственное цензуру устойчивое решение здесь, это proof of work и безопасный proof of work. Proof of work так построен, что он всегда ведет к конвергенции. there could be only a single one say proof of work. Только один proof of work может обладать чертами безопасности. Самый, самый большим фэш-пауэром. И это proof of work на биткоине. Но биткоин очень ограничен как технология, он очень примесивный, он очень, он очень простой. и поэтому в принципе многие зажглись идеей смарт-контрактов полных на Ethereum и на других блокчейн. Но на самом деле на нем можно создать все, о чем мы говорим. Правильный смарт-контракт. И мы называем это LNPBP. LNPBP это как TCP-IP, только на Lightning Network протоколе, Bitcoin протоколе. Технология смарт-контрактов на этом стеке, она называется RGB. И с помощью этой технологии контракта смарт-контрактов мы будем делать гораздо больше. Я вот в конце на последних слайдах расскажу. Как мы это делаем? С помощью Client Validated State. Вне блокчейна. Блокчейн используется только как commitment layer. Мы используем криптографические функции, которые позволяют сохранить коммитменты, не занимающие никакое место. Это комморфная модификация публичных ключей. Простите, я понимаю, это звучит очень сложно, я пока еще не адаптировал это до научно-популярного уровня. В конце будут ссылки на презентации, которые вы можете посмотреть, где там 300 слайдов, которые объясняют это шаг за шагом. У нас была в Милане в декабре конференция для разработчиков Invite Only, включая редактор с Bitcoin, Core и всех остальных. Эта технология Client Validated State, она задумана была Питером Тоддом в 2016 году. В принципе, вокруг нее так или иначе уже кооперировались одни из лучших умов. С Адам Бек, например, с ним очень много это обсуждалось и планировалось. Все шифропанки так или иначе приложили к этому руку. Blockstream, Lightning Labs, Chain Code Labs, мы все так или иначе тесно взаимодействуем, устроим такую систему. Это не блокчейн. И оно приватное, потому что основная идея этого Client Validated State данными обладает только тот, кто владеет активом. Данных нет нигде в публичном пространстве. Все. Если вы имеете актив, эти данные у вас, и если вы хотите его передать, вы передаете пир-то-пир эти данные тому, кто будет им обладать в будущем. Здесь нет других цензоров, здесь нет майнеров, здесь нет валидаторов, здесь нет создателя смарт-контрактов. Поэтому фишка вообще не в чейне. Фишка лишь в том, что вы должны обеспечить уникальность истории ваших передач данных, ваших передач активов. И это делается с помощью коммитмента в Bitcoin блокчейн. Но коммитмента не того, который сохраняет данные, не того, который помещает Turing в полный ход контрактов в блокчейн, но совершенно другого плана. К сожалению, у меня нет времени сейчас это подкрывать. Действительно, вы посмотрите эти презентации, ссылки, которые будут в конце. Поэтому разделение неочуждаемых прав собственности и бизнес-логика контракта его арбитража вот путь смарт-контрактов экономики будущего. Где вы можете построить цензуру устойчивости и децентрализованность, а не построить цифровой хонслагер, как это получается с Proof of Stake и теми смарт-контрактами, которые создаются сегодня. Поэтому LNPBP. Я понимаю, что моя презентация сегодня звучит примерно как я идиоты, все идиоты, а я один умный. На самом деле, если я таким не считаю, во-первых, это не я один, и я это придумал. Я пришел к определенным выводам, к которым пришли другие люди в процессе создания совершенно других технологий. На данном этапе мы объединили все свои усилия, которые буквально из-за того, что называется LNPBP Associates, не та фундейшн, которая выпускает токены, а та фундейшн, которая делает дело. И, в принципе, мы пытаемся построить ту самую преисподнюю абсолютного индивидуализма. Почему преисподнюю? Потому что это тяжело, это больно. Индивидуальная свобода требует огромных финансовых личных вложений и затрат сил и энергии для того, чтобы ее поддерживать. И большинству людей она не нужна. Поэтому большинству людей путь в цифровой концлагерь, и они там будут жить. Если вам путь не туда, готовьтесь на это тратить силы, время и даже деньги. Это тяжело. Насчет масс-адобшина очень не уверен. Но если вы хотите жить и быть свободными, наверное, это не про масс-адобшин, да? Так вот, LNPBP это не Web3. Вместо DAO, где за вас рулят другие, на самом деле, если не майнеры, так и издатели смарт-контрактов. Если вы еще это не поняли после того, как лишились куча своих средств, вкладываясь в разные DAO, то, наверное, мое объяснение как там поможет, а может уже и не поможет. Вместо DAO здесь речь идет о разделении прав собственника активов и прав издателя. очень четкое разделение. Тотальная приватность будет пруфами с тем, что эти данные отсутствуют в блокчейне, они отсутствуют где бы то ни было. И арбитраж осуществляется владельцами активов или теми сторонами, которые определены ими заранее, пир-то-пир определены, а не как данные при определенном набор майнеров или данных. Они и не издатель смарт-контракта. И нет никакого цензурируемого пост и псевдопецентрализации. Вы спросите, ну хорошо, это все офигенно, а деньги как-то делать? Почитайте, вот слайд тут есть, тут мне рассказывают. Первое, точно не на токенах, посмотрите, погуглите ряд вещей, как их можно делать. LightSquid, MicroPayments, Storm для Storage, Prometheus для компьютера, который мы делаем, развитие консенсии, как развитие консенсии децентрализованного и дженерализованного майнинга. Adoption пойдет за инфраструктурой платежей черным рынком, с бэкджеком и шлюхами. Вот честно, туда всегда идет Adoption. А не регулируемые криптовалютами центробанков с прислуживающими или обслуживающими их мульти-локчейнами, с KYC, активистами и дедлайнами, как мы это недавно в Украине наблюдали. Поэтому, есть интересно, вот слайд есть, почитайте, про client-side validation и смарт-контракты, делать правильно про Storm, про Prometheus и про все прочие наши активности. Спасибо. Извините за такой злобный и токсичный доклад. Мне кажется, он был недостаточно злобный и токсичный. В следующий раз я попробую лучше. Спасибо за внимание. Макс, спасибо большое, Максим, спасибо большое за такой, скажем так, очень даже линейный доклад, я бы так назвал. Было приятно послушать и много нужного, на мой взгляд. Друзья, данное, соответственно, данное, данное, происходящее сейчас на экране, будет выложено в Ютубе, и те, кто хотят еще раз пересмотреть или решили, что не все, не все смогли уловить сразу же, то есть такая возможность, соответственно, будут тайм-коды, и можно будет переступить и наступить прямо на ту трансляцию, которая интересна. Давай быстренько посмотрим, есть ли вопросы. Я буквально вот открываю уже. Вот так, 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 мне тут прилетает всякая муть. И я открывал, но что-то у меня не открылось. Странно. Так, давай, давай. В форк-шоу вижу, что вопросов нету точно. Давай посмотрим в самой трансляции или есть? В самой трансляции. чат. Так, 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 так. В начале 2018 года, чтобы валить биток, сообщали новость, что в блоке нашли детскую порнографию, после чего биток рухнул. Вопрос, можно биток обезопасить от таких негативных вмешательств в биток со стороны неизвестных нам людей? Во-первых, детскую порнографию вы туда не поместите, туда помещен был хэш данных, содержащих детскую порнографию. Поэтому это очень спорный тезис. Скажем так, если регуляторы что-то захотеть, захотят запретить на бумаге, для этого не нужна детская порнография. Найдется коронавирус в блокчейне биткоина. Вам объяснят, почему он туда мог попасть, в нарушение всех законов природы. большинство этому поверят. Это так работает. Мы поверили в более идиотские вещи про эту пандемию. Поэтому, я, кстати, сейчас, например, болею коронавирусом. Видите, еще не умер пока. А, ты болеешь все-таки? Я помню, что ты говорил, но мы виделись на марафоне, тогда ты не болел, говорил о том, что в Швейцарии все спокойно ходят и все-таки кто-то в тебя кашляет. Ну, я болею, спокойно хожу. Видите, без маски даже. На озере сижу, лечусь, просека, запиваю. Понятно. Вот, поэтому, если захотят биткоин запретить на бумаге, его запретят. Если его захотят запретить силовым методом, это тоже попробуют. У них есть силовой метод. И биткоин от этого может защитить только то, что он должен быть достаточно быцентрализован. Должна быть критическая масса людей, которые его майнят, используют и делают это не за цену в рыночной бинтвика, а за то, что это их способ борьбы за свободу и финансовый суверен. Если этой массы будет выше определенного критического уровня, больше определенного критического уровня, тогда он обвалится в цене. Он постоянно обвалится, взлетает. Природа такая. Но как актив он будет существовать. Если не будет достаточно массы, то будем цифровым концлагерем всю жизнь. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, постоянное давление со стороны СЕК пока что было на многие проекты, но напрямую на Биток еще не было. Ты думаешь, ты ожидаешь, что это произойдет или нет? А на кого давить? Мы давим на Биток. Они найдут такой вариант, например, что там хэш-порнографии, что этим самым вашим Бетховеном террористы между собой расплачиваются. И что? Они найдут. В чем мотивационная часть постановления понятна? Какая будет часть, связанная с инфорсментом? Что теперь? Ну, из серии того, что ребята, у кого нашли Биток, тот на 5 лет сел. Ну, приблизительно. Найдите. В Советском Союзе искали валюту и друг на друга стучали. Искоренить нет, но сидеть сидели, ты же помнишь. Ну, сидеть будут тогда. Хорошо, в принципе, есть возможность, как ты считаешь, ближайшие 2-3 года, есть возможность с точки зрения правового нынешнего, скорее всего, которая поменяется после всей этой пандемии, правового поля, которое существует и которое мы предполагаем, что будет существовать после пандемии. Есть ли возможность Битку стать белой зоной? Белой нет. Белой нет. Он не создан как белая зона. Его продуктовые качества другие. Отлично. И для этого делался. Отлично. Соответственно, соответственно... А про правовую зону после пандемии просить ее не будет. Она как раз в процессе пандемии разрушена. Каждое правительство делает, что хочет, влияет на конституцию и на все остальное. Как я могу прогнозировать, что они запретят завтра? А этого и не стоит делать. Не надо ничего прогнозировать, просто двигаемся дальше. Это Максим Орловский. Выздоравливай. Хорошего состояния, хорошего настроения. Спасибо, что был с нами. Максим. Спасибо. Спасибо.